Всем доброе утро. Сегодня попытаюсь вам показать, как я с утра именно вот 7 часов разогреваю и отправляю еду. Будет немного сложновато, потому что объем сейчас у меня большой, и посмотрим, что из этого получится. Ну, будем надеяться. Так, ну давайте я пробегусь с вами, слегонца объясню вкратце. Значит, здесь у меня находятся соусы в кухне. Очень важно обязательно вскипятить. И вот, допустим, так как у меня приборов не так много, и нужно как-то, скажем так, выкручиваться. Для этого у меня есть вот такая отличная машина, которой я могу выставлять температуру, сколько мне нужно. На данный момент 85 градусов, она прогрета. И вот этот готовый соус под крышечкой, я его сразу убираю туда и ставлю следующие, чтобы они разогревались. Так, ну помимо этого, у меня есть special client, то есть мальчик или девочка, не знаю кто, у которого аллергия по самой неболой. Для него, значит, будет безглютеновое спагетти. Ну и соус баллонеза на овощной основе. Идем далее. Это боксы, в которые я буду сейчас все запаковывать. Сюда, значит, у меня идет 6 гастроемкостей, 6-рочки. Это небольшие, я их в основном применяю для соусов. Так, ну вот эту стопочку вы видите почти до потолка. Это все то, что я буду сейчас разогревать. Все это мне нужно будет отправить до 9 часов. Часть уже у меня загружена в двух конкретноматах. Это небольшой объем. И еще одна часть у меня стоит в холодильнике. Она должна быть у меня готова до 10. Очень важно, конечно, очень много времени уходит именно на упаковку. То есть не стоит ни сколько упаковку, сколько накрыть все гастроемкости с горячей едой. И также не забыть прогреть крышки. Это очень важный момент. На это уходит много времени. Многие этого недооценивают. Здесь у меня еще одна стопка ящиков, которые держат тепло. Да, но немного сложно мне все вам это показать, как это делается. Вот сейчас у меня уже еда прогрелась для одного клиента. Мне нужно открыть аккуратно дверь, чтобы вышел пар, иначе сработает сигнализация. Здесь, наверное, плохо видно. Значит, у меня гастроемкости. Я их вставляю не в шины, а поверхен, чтобы я мог крышку сверху спокойно наложить и закрыть. Очень много тонкостей. И вот эти вот этикетки, эти надписи. Я веду специально запись на случай, если они... Бывает такое довольно часто. Отклеиваются и улетают. А так как клиентов много, ты потом просто не знаешь, где и какой. Потом уже найти будет это невозможно. Ну, возможно, но будет потеряно очень много времени. Все, это у меня готово. Я сейчас просто буквально на 3 минутки, на 2 минутки прогрею крышки, чтобы они были горячие. Все. У меня следующий клиент. Он у меня уже готов, разогрет. С крышками, я его распределяю по ящикам. Но это я уже как-то показывал. Так, здесь, конечно, в этом случае мне не нужно, чтобы кто-то помогал, иначе возникнет хаос, и потом их не будешь знать. Надеюсь, что тут должны коллеги полагаться только на меня, что я не сделаю ошибку. Так, здесь мне нужен тоже другой бокс. В данном случае такой. Обязательно влажную тряпку, потому что у меня соус, чтобы он не катался, не разливался. Так, мой французский коллега уже здесь, уже готов. Брызг, брызг, брызг. Быстро, быстро. Быстро, быстро. Мы его научили. Быстро, быстро, быстро. Быстро, быстро. Фетушь. Все, деканал. Так, ну вот так примерно происходит. Один у меня клиент готов, я его отправил. Сейчас следующий, и потом следующий. Вы сами видите, сколько уходит время на упаковку. Одину ворежки. Спасибо. Спасибо. У меня есть немного. Хорошо. У меня есть немного. У меня есть немного. У меня есть немного. Это немного. Потому что это стердит. Так, здесь подогрелось. Отключаю 2 минуты, и мы загружаем следующего клиента. Так, коллеги Кристиан, как я раньше. Еще не у меня. Ман, 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 ман. Такие небольшие. Сейчас я его взвешу. Сколько он весит? Извиняюсь. 600 грамм. Вот такие лобстеры. Они будут... Он такой готовится примерно 8 минут. Такой стегка кипящий воде. Но не в воде. Называется курт-бульон. Курт-бульон, он вообще бывает всякий разный. Ну, это основа овощного бульона. И что еще добавляют при варке лобстера? Добавляют тмин. Не все, не везде, но добавляют. Ну что, друзья. Работа у нас выше крыши. Вот посмотрите, какие прекрасные сибасы. Морские волки лежат. Такие по 2,5 килограммам. Хорошие, хорошие экземпляры. Здесь мой колледж Кристиан. Распартонировал лосося. Разложил по маленьким гастроемкостям. Так, идем дальше. Это Мишель Фокс. Хитрый лист из Венгрии. Он флэнк стеки обжаривает. Красавец мужчина. Сегодня у нас поваров хватает. С разных национальностей хотел я сказать. Ну а здесь мне нужно приготовить 13 килограмм клёцок. Ну вот представьте, они такие вот небольшие. И 13 килограмм. Я бы их крутил, наверное, с утра до позднего вечера. Поэтому в таких случаях пользуемся, само собой разумеется, полуфабрикатами. А здесь работает зиат. Зиат. Машина. Машина с Ирака. Так, он немного уже не разделали креветок. В панцире отправится на супчик. А креветки... В общем, креветки? Креветы? Да. Все в суп идет. Так, ну идем дальше. Очень жаль, но вот этих вот красавцев сейчас сварит. Вот он, убийца. Но он это, конечно, всегда, когда начинает варить их и сожалеет. И всегда говорит, мне очень жаль, мне очень жаль, мне очень жаль. Сейчас я поставил этой воды побольше, чтобы сварить их. И будет варить в разных двух кастрюлях, чтобы быстро все это произошло, чтобы они не мучились. В Германии по закону лобстеров нужно варить именно живьем. И сразу берешь и опускаешь головой вниз. В Америке же наоборот. В Америке делается по-другому. В Америке вставляется нож вот в это место. Здесь у них такое соцветие, скажем так, крестовины вставляется и ножом разрезается. То есть убивается так. В Германии это запрещено по закону. Уйдешь под суд, посадят тебя в тюрьму. Поэтому нужно варить живьем. Тут сложно, конечно, сказать, кто прав, кто виноват. Но факт остается фактом. Закон есть закон и нарушать его не рекомендуется. Но показывать я, наверное, вам не буду, как их будут варить. Потому что зачем вам лично страдать? Все, идем дальше. Все, лобтеры сварены. Крестьян сейчас их разделывает. Полностью все очищает, вытаскивает. И все вот эти потом каркасы. Будет с них биск варить. Я варю немножко по-другому биск, чем он. Но у каждого своя методика. Каждый делает по-другому. Так, для биска вам подготовил здесь овощи. Сельдерей, морковь, лук. И все каркасы, он их все тушит. Я делаю по-другому. Я каркасы для начала загоняю в духовку. И хорошо их просушиваю, прожариваю, чтобы они получили такой легкий запашок. Не запашок, я хотел сказать, а аромат. Биск фон Кристиан пахнет уже очень хорошо. Мне очень нравится. Ну а я в это время приготовил, не напрягаясь, 60 килограммов кускуса. Как готовится кускус есть у меня на канале. Здесь, конечно, немного другой вариант. Но как они хотят, так я и делаю. Поэтому есть люди, которые утверждают, вот это оригинальный рецепт. Все это чушь собачья. Как гость пожелает, так оно и будет сделано. Так, ну а Кристиан разбирается здесь с косулей. Спина косули. Она будет потом запечена. Бизон. Говорит бизон. Он брешет. Это у него вырезка говяжья. Спинка косули. Вот она, спинка косули. Он ее еще просто не раздел. Я думал, это она. Так, ну пойдем дальше. Посмотрим, что у нас тут коллеги делают. Флориан, Димаша Винезойн, вас вас ищет? На машине равиоли с рикоттой. На машине раскатывает на китчен-ейте. Тесто уже готовое. Просто нужно будет немного потоньше раскатать. Наносит желток и добавляет наполнитель. Ну, потом при помощи этих формочков выдавливает, как ему нужно. Это будет флайн. Очень маленькие порции. Ну, допустим, если у меня это столовая ложка. Она довольно крупная. Вот представьте, столовая ложка. Ну, две равиольки вот так и помещаются. То есть они, в принципе, очень небольшие. Ну, примерно как раньше. Чуть больше 20 копеек. Чуть-чуть побольше. Так, ну мне нужно подготовить пармезан. Сейчас я вот эти все корки обрежу. Обрежу. Выброшу. С ними уже ничего сделать нельзя. Можно, но мы уже с этим не заморачиваемся. То есть можно при варке соуса их добавлять. Но это уже, я считаю, не очень хороший метод. Нарежу его пармезан на небольшие куски, чтобы я его мог потом спокойно закинуть в терку. Ну и теперь это происходит примерно вот так. Включаю машину и прогоняю весь сыр. Ну, а здесь мне нужно приготовить 60 литров соуса для салата Сезе. Как делается такой дрессинг, вы можете поставить именно на канале. Ссылку я оставлю. Сюда идет базовый готовый соус. И он уже я потом разбавляю. То есть я добавляю анчоусы, каперсы, бустерский соус, йогурт и пармезан. То есть я как таковую майонез не добавляю. Потому что дрессинг, он уже идет, скажем так, легкая основа майонеза. И в конце потом еще добавлю тертый пармезан. Ну, пармезан я натер, вы видели. Но я, конечно, не возьму столько много. Мне столько много не нужно. Что очень важно при приготовлении такого дрессинга, вот таких количеств, как у меня, что пармезан нужно обязательно добавлять в самую последнюю очередь. То есть не в начале, не в середине, а именно в конце. Когда соус уже сформируется. Иначе может случиться так, что у вас соус потом просто отсечется. И это связано не с этим маслом, а именно связано с жиром, который находится в пармезане. Но у меня на сегодня осталась последняя опция. Я сварил из рыбных обрезков, которые мне предоставлял и крестьян, рыбный бульон. Он у меня уже готов. И сейчас я его буду процеживать. Как, кстати, готовится рыбный бульон, есть у меня на канале. Ссылку я оставлю. Я себе сделал такую конструкцию. Внизу глубокая гастроемность. Кастрюля просто, чтобы удобно держалась. Одно сито. И сверху фильтр. Теперь открываю краник. И не торопясь, чтобы капало потихонечку. Все. Вот обратите внимание. Бульон у меня потихонечку стекает. Очищен. Без всяких замутнений. А я этим временем займусь уже уборкой территории. Ну что, друзья, я вам могу сказать. Я вообще сегодня не планировал снимать. Поэтому снимаю на телефон. Вы уж не обессудьте меня за качество записи. Не думал я, что буду снимать сегодня. Ну, просто подвернусь. Такие интересные моменты. Я решил вам их показать. Покажу вам коротенько, как делаются говяжьи ролады. Вот мне 20 штук нужно сделать. С мяса идет говядина, бедро, задняя часть. Обмазывается горчицей. Слегка присаливается. Слегка. Потому что идут огурцы. Огурцы соленые. Значит, делается следующим образом. Пару огурчиков. Немного бекона. Немного лука. Лук у меня пассерованный. И можно добавить для полноты, чтобы они были более крупные, немножко говяжьего фарша. Что я и сделаю. Заворачиваются очень просто. Так, сейчас мне нужно кого-то просить из коллег, чтобы они мне это помогли сделать. Мишель, можно ли выкручивать соль? Немного лука. Мишель, можно ли выкручивать соль на соль? Он не может ли выкручивать соль на соль? Да. Но и ольгу. Немного лука. Да, я нормально. Уйду. Вот примерно вот так это все делается. И аккуратненько закручивается. И далее я их буду насаживать на шпажки по три штуки. Чтоб мне было проще обжаривать. Можно, конечно, завязать веревочкой, можно более тонкими, скажем так, которые для зубочистки сделать. Но мне удобно так работать. Так, три штуки оденутся один на другой, чтобы они не разошлись. И потом я. Далее я вам все покажу. Так, далее они будут обжариваться, и пойдет сюда овощи, мёпуа, то есть обжаренные корень сельдерея, лук и морковь с томатным соусом и свином. И для высоты работы каждая операция делается отдельно. То есть я для начала присаливаю, далее намазываю горчицей, укладываю векон, далее только огурчики, пассерованный лук, ну и заключение говяжий обжаренный фарш. Фарш, кстати, не должен быть обязательно обжаренным, потому что сырой, по моему мнению, будет держать в лучшую форму, то есть он не вылезет. А приготовиться он и так приготовиться. Просто у меня говяжий обжаренный уже был, так как по немецкому законодательству фарш должен быть переработать в тот же день, когда он поступил на фирму. Так, ну теперь я их все заворачиваю и на шпажки. Ну вот, друзья, ралады накручены, навершены. Единственное, на что следует обращать внимание, чтобы швы, вот эти вот соединительные швы, которые окончание при закрутке, чтобы они были у нас внутри. То есть, чтобы вот этот вот кусочек мяса торчал не с этой стороны, а чтобы он был внутри. И так же здесь, чтобы он был не с этой стороны, а был внутри. Но другой по-любому он так и так будет внутри, вот без разницы, средний. Так что, единственное, чтобы вы обращали на это внимание. А так, ну вот и все. Теперь, так, ну немножко сложно одной рукой. Главное, чтобы руку не обжечь. Но я вам покажу аккуратненько. И начинаю обжаривать. Для чего нужны шпажки? Шпажки нужны для того, чтобы ралады держались, раз, чтобы они не разворачивались. Ну и второе, их удобнее в таком количестве. Если быстро хочешь сделать, если большое количество, их просто удобнее переворачивать. Сразу взял, трясет, и раз, и перевернул. И они остались на шпажке. Далее я буду готовить соус. Соус готовится на основе дельегласа, точно так же, только без добавления кофей в моем случае. Единственное, что нужно будет добавить, это огуречный рассол. Это рассол от тех огурцов, которые я укладывал в ралады. Все, ралады у меня обжарили, все так плохо видно, дымит очень сильно. Точнее, не дымит, а парит. Теперь я добавляю овощи, я уже добавил. Добавляю немного здесь бульона, у меня есть. Добавляю сюда же. Красного вина. Ну и еще немного красного вина. Ну и теперь буду их готовить до готовности. По времени, может по-разному, может быть, час двадцать, может и до двух с половиной дойти. В зависимости от кого, какая говядина, насколько она старенькая, спортивная, так сказать. Ну а затем ралады вынимаются, шписы убираются, выбрасываются, соус редусируется, процеживается, убирается жир. После того, конечно, как охладиться, ну и все. Загущается и ралады готовы, можно есть. Да, совсем забыл. Садат и приправы, специи. Лавровый лист, можжевеловые ягоды, немного черного перца горошком. Ну и пару гвоздичек. Тушим. Ралады готовы. Я их вынимаю уже из сковороды. Рабочий день подходит к концу или уже подошел к концу. Это последняя опция. Но я их сейчас готовить не буду дальше. То есть соус я не буду дальше делать. Мне достаточно будет вытащить ралады, остудить их. А соус я уже буду готовить в понедельник. В понедельник они уйдут за милую душу. Так, ну вот как вы видите, они у меня целенькие, не расползшиеся. Сейчас я вытащу шпиц. Ну вот так вот они у меня выглядят. Да, ну и чтобы ралады у меня не высохли. Мокрое полотенчико сверху. И вот так я их буду остужать. Полотенце это хорошее решение, чтобы ралады были не сухие. Хочу показать вам один немецкий рецепт. Называется киш-мишель. Не хочешь, чтобы я его снимал? Мой французский кулеч. Ну вы видите, насколько возросли объемы у нас. Значит здесь что? Здесь обжаренный багет, мелко порезанный. Это все ручная работа. Замороженная вишня. А затем добавится сюда рояль массы. Это молоко с яйцом и с сахаром. И все это потом будет запекаться. Когда этот рецепт готов, он выглядит примерно вот так. Здравствуйте, здесь из Иракии машины. Здесь есть! Ему нужно пожарить колбасу вегетарианскую. Я сегодня закосил. Она мороженая из лягонца. Чтобы не брызгать, я ему дал со своих причиндалов. Чтобы он не запачкался и не обжегся. Что жена будет ругаться его. Я получил задание сварить 80 литров картофельного супа. И для этого мне понадобится морковка. Ну думаю, две штуки хватит за глаза. Больше мне не надо. Кило 600. Ну ладно, еще одну. Ну, значит, смотрите, у нас есть просто элиферант один. Он находится в Голландии. Вот он такую вот, скажем так, кормовую морковь постоянно нам привозит. Для супа, конечно, она хорошо. Долго морочится. Для соуса тоже отлично. Раз, два и готово. То есть, сами видите, три морковины и больше 20 килограмм. Нужно сделать малышную кашку. Маурицио, наш итальянский повар. Я сюда на вашей фейсбурге. На ютубе. На ютубе. На ютубе. Маурицио. Вы тоже знаете. А вот. Кокмаль, вы гафинитисты. Посмотрите, какой умный старый человек. Как он прекрасно все организовал. Раз и на матрасе. Я только рассказываю. Друзья, я вам много не могу всего показывать. Потому что нет такой возможности. Значит, смотрите, мы готовим сейчас. Сейчас у нас параллельно идет небольшой фаранштадник, так называемый партий. И на 600 человек. И вот эти вот салаты, они уже сейчас будут подаваться в качестве закуски. Каждому гостю отдельно. Это на 600 человек уже все сделано, все перемешано. Посолено, поперчено, все готово. А вот наш шеф прячется. Бедный парень. Мне его очень жаль. Ну, а что делать? Холодильник, вы знаете, какой у нас большой. Холодильник, это пока все, все это салаты. Но они должны быть находиться в холодильнике в холоде. Потому что еще до фаранштадта, то есть до партии, еще целый час. Так что, ну, салаты уже готовы. А соус буквально это делается. Ну, за 15 минут раскидаемся. Так, ну вот у нас вечер, у нас меню. На меню у нас будет цезарь салат. Уже для каждого гостя все расположено. Насчет курицы, не знаю, будет ли курица или нет. Но соус будет подаваться в последнюю очередь. В одном из моих видео вы видели, где я делал 60 литров соуса. Вот в этом месте. Так, и сейчас именно гостям подастся вот такой вот хлеб шокачо. Сейчас девчонки, это как бы такая газетная бумага, типа того. Ну, так просто понты модно. Маурицо, наш итальянец нарезает их, а девчонки упаковывают. Вот они красивые, где здесь лежат. Это для хаупканку, а в чем это? Для пудринга, просто для кримболи. А это слоеное тесто. Они так нарезаны небольшими кусочками. Видите, сделали карамель, и это будет подаваться к десерту. Так, на сегодня у меня уже так. Ну, пастинаки сейчас, сейчас я согрею пастинаки. Они у меня уже, часть уже греется. Потом в конце загоню еще вот в эту большую духовку. Она такая мощная, у меня сюда много входит. Картофель по-французски, картофель грота. Здесь у меня уже почти все заполнено. Ну, как заполнено? Не все, но еще место есть. Ну, сюда еще поместится часть картофеля по-французски и овощи. И чтобы никто ничего не искал, самого я начинаю загружать или снизу, или сверху, не суть важна. То есть, если у меня написано, что мясо 7 штук, любой, кто откроет и умеет читать, он посчитает раз, два, три, четыре, пять, шесть. Три, четыре, пять, шесть. Мясо 6, а не 7. Старею. Ну, бывает. Так, здесь мясо 10, отлично. Здесь мясо у меня 7 штук. А, теперь я понял, я просто это сначала загружал, а потом это загружал. Поэтому у меня, как бывает, числа в голове остались те же. И, короче, перемкнул. Так как все печки у меня сейчас заняты, то соус из шпината или со шпинатом я вскипячу именно здесь. Мне будет проще на плите, потому что тут металл довольно толстый и ничего не пригорит. Так, Маурицо. Уже итальянец. Как мы? Що неман? Ну вот, у меня осталась последняя опция. Задвинул я картофель по-французски. Все, он у меня печется. Духовку прогрел. Это конвененц-продукт. То есть, в данном случае полуфабрикат. Все остальное делали сами. Температура 200. Остаточное время, предположительно, 7 минут. Я продукт этот не знаю, поэтому для начала я его задвинул на 15 минут, прогретую печь на 200. А там дальше посмотрим. Понадобится немножко времени, то еще добавлю. Салаты уже уехали. Так, идем в холодильник. Сразу совершенно другой вид. Так, ну здесь на десерт, как я понял, будет крем-бурле. Карамель сделали, крем-бурле со сливовым компотом. Они куда-то его дели, куда-то его дели. Они уже распорционировали. Порции сделали. А, вот они его заморозили. Видите, вот такие вот полумесяцы. Полной луны, половинка, полнолуния. Мой шеф попросил немножко задержаться. Говорит, Сергей, останься. У меня кое-что для тебя есть. И что же у него для меня есть? Вот есть вот такая вот прекрасная рыба, которая по-немецки называется штайнбуд. Ну, по-русски это как типа палтуса. Только у него вот здесь такие вот как бы камешки. Поэтому штайн, штайн это камень. Такие камешки. И отличается он ценой от палтуса, что он просто-напросто всем раз дороже. Но шеф говорит, половина рыбы тебе, половина рыбы мне. Нужно только разделать. Ну, почему бы нет? Я с удовольствием. Так что сегодня у меня будет на ужин прекрасная такая рыба. Ну, вот какой красавец. У него в общей сложности 4 филе. С этой стороны 2 и с обратной стороны 2. Вот их нужно сейчас потихонечку срезать. Ну, вот одно я снял снял. Сейчас остатки тоже срежу. Ну, а из каркасов, то есть из косточек, из костей приготовлю рыбный бульон. А из него уже посмотрим, что я буду дальше. Либо соус, либо также какую-нибудь уху. Да, тот же самый будет и без. Когда-нибудь я его рано или поздно все равно буду готовить. Один раз примерно в год я готовлю очень вкусный рыбный суп. Марсельская уха. Ну, вот я его уже немного обнажил. Теперь переворачиваю. Ну, теперь с этой стороны точно так же. Ну, а рыба эта плоская не от того, что на нее, как на школе учили, довели в солнце воды. Это полный бред. Просто так она родилась, так она выросла. Генетика у нее такая. Ну, вот так вот выглядит красавчик мужчина, когда его разденут. То есть вот 4 филе его. А тут уже практически осталось только масса. Голова, которая занимает 4-3 час в туловище. Ну, и сами кости. Вес вот этой рыбины, она, в принципе, небольшая. Ну, сколько здесь килограмм? Ну, максимум, думаю, на 2 килограмма. Потянула она на 70 евро в общей сложности. Ну, вообще рыба, конечно, я ел, я знаю. Рыба, конечно, очень вкусная. Но ел я тоже, скажу вам сразу. Наверное, да не, наверное, 2 раза в жизни я ее ел. Но сейчас 3-е. Бог любит троицу. Ну, если не помру, то наверняка еще попробую когда-нибудь. Хе-хе-хе.